Меня зовут Павел Фёдоров, мне 30 лет, конкурс в Санкт-Петербург. Я работаю в театре, пою в ресторане, как любой музыкант, и снимаюсь в рекламе в кино. На проект я пришёл заявить о себе и, конечно, доказать всем людям, которые мне не верили, которые говорили мне, что нет, ты недостоин, ты не можешь. Кто ты? Тебе нет столько таланта. Это доказать, что я всё-таки могу, и я не хуже довольно многих артистов, которые выступают, которые популярны у нас в России и за рубежом. Я верю, что всё будет отлично. Но сейчас будет, мне кажется, парень в коже, вот чувствую, с гитарой в коже. Так, а пока у нас молодой человек в Доваске. Красота для вашей эфирики. Здравствуйте, меня зовут Павел Фёдоров, мне 30 лет, город Санкт-Петербург. Я бы хотел посвятить это выступление своим родным и близким. Потому что, если бы не они, то я бы здесь не стоял на сцене и, в принципе, не занимался бы музыкой. Он вышел, как будто пошёл в институт. Беленькая серенькая, очень незатейливая. Ну, ему бы вот поярче надо было одеться, мне кажется. Вот я вот не понимаю, вот такой стайл на сцене. Давай! Крепотца должна быть. Я вижу небо, в нём тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша. И вдруг понимаю, это во время шага. Пока не прошла световая волна, наши эксперты не могут голосовать. Странное тело, это моя душа. Как нелепо жить не с головой, когда такое небо есть надо мной. И, кажется, звёзд можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз, что-нибудь не так. Выкинуть клам из дома, из старых позвать друзей. Но что-то всерьёз менять, не побоясь, в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз, что-нибудь не так. Выкинуть клам из дома, из старых позвать друзей. Но что-то всерьёз менять, не побоясь, в мелочах потерять. Свободно только небо над головой моей. Павел Фёдоров. 25, 25. В любом случае, вы в тройке лидеров. Четверть наших экспертов за вас. Саша, почему ты не встал? Что тебе не понравилось? Во-первых, я не услышал ни одной паузы в мелодии. А там они важны, как если бы вы рассказывали близкому человеку свои переживания. Они нужны для того, чтобы подчеркнуть те мелодические куски и рисунки, которые там необходимы. Они там есть. Автор за них боролся. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз, что-нибудь не так. Понимаете? И не надо затягивать эту ноту до следующего куплета. Вы, кроме тех нот, которые слышите, должны слышать ещё и паузы. А они важнее иногда, чем те ноты, которые вы не спели. Александр через себя всегда пропускает каждую песню. Вот, Дмитрий, ты встал, ты поддержал. Рассказывай. А мне понравилось. И мне... Если бы это был роман с Глинки, где подписаны все паузы, наверное, мы могли бы придираться к паузам. Но я не понимаю, например, должны ли быть в этой песне паузы или не должны. Это на любителя, скорее всего. Зато он потянул ноты, показал, что они у него тянутся. И вообще как-то очень красивый тембр. И было очень выразительно. Мне понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!